Сегодня мы вам покажем, как работать с нашим приложением правильно. Итак, на рабочем моем столе телефона вы видите Play Market, где вы можете скачать либо обновить приложение, ну и само приложение Mobile Agent. Нажимаем на это приложение. Итак, вы видите меню. Вот, главное меню, где видно номер агента вашего, который вы обязательно должны знать и при обращении каждому называть именно этот номер. Потому что благодаря этому номеру мы можем вас идентифицировать в нашей программе и в нашей системе. Дальше рейтинг. У меня он минус 4. У вас такого не должно быть. То есть оно всегда должно быть положительным и чем больше, тем лучше. Рейтинг указывает, какой вы сотрудник. По сути, как вы выполняете задание. Ну и непосредственно минус идет от того, что, по крайней мере у меня, это из-за того, что я отказалась от ранее задания. Ну и, понятное дело, у меня пошли цифры в минус. Баллы. 20 баллов. Это за задания многие, где будет указано именно баллы. Я вам покажу позже. Вот, где их увидеть. Ну и доступна эта совокупная цифра ваших вознаграждений. То есть то, что у вас на данный момент на нашем электронном кошельке. Эта цифра, эта сумма доступна только вам. Можете делать с ними что угодно. То есть либо копить в нашем приложении, так как это кошелек дополнительный для вас, электронный. Либо переводить деньги. Понятное дело, если вы переводите сумму на свою карту банковскую, то непосредственно 200 рублей – это для нас очень маленькая сумма. Так что просим каждого копить по максимуму. Но если есть вынужденность, если есть необходимость, то, естественно, переводите, конечно. Никого не заставляем. Просто просим по-человечески, чтобы переводили крупные суммы. Так быстрее будет именно производительность. Дальше. Если мы нажмем на наш логотип, то вы увидите под меню 10 пунктов. Моя страница, где мы только что были. Новые задания, где есть новые, по сути, задания. Выполненные задания, где есть список ваших выполненных заданий, где вы можете посмотреть отчетность. Мой кошелек, снова же, совокупный доход. И мои данные. Мои данные должны, точнее, обязаны все агенты заполнить самостоятельно. То есть e-mail, номер телефона, дату рождения. Естественно, это все сохранить. Либо связать учетную запись с профилями в соцсети. Зачем это нужно? Чтобы заходить и, естественно, иметь доступ, точнее, быстрее к приложению. Вернемся обратно. Мой кошелек. Здесь вы видите оплату заданий. То есть здесь будет список ваших пролонгаций. Вот. То есть за каждое задание, например, как у меня, плюсики. Плюс 200 рублей. Вот. Будет описано оплата заданий, тест загрузки фото, успешное, такое число, такое-то время. Если вы что-то будете списывать, то, понятное дело, что будет списание средств, минус там столько-то и столько-то. Вот. Ожидаемо 300 рублей. Это означает то, что я ранее сделала еще одно задание. Мое задание на проверке у модератора. И я жду 300 рублей. То есть вы по своем кошельке видите все доступные функции, какие у вас были. То есть у меня на счету 200 рублей. Я жду еще 300 рублей. Вот. Ну и пока выводить средства я не намерена. Вот. Ну а вывести, естественно, вот этим подменю. Дальше. Вернемся в главное меню. Выполненное задание. Как вы видите, у меня было сделано очень много заданий. Вот. Это то самое задание, которое я отклонила. Из-за которого у меня минус 4. Вот. Так. Вернемся обратно. Тест загрузки фото окончательно подтверждено. То есть я выполнила это задание, и мне благодаря ему выпали 200 рублей. Тест загрузки фото. Это финально отклонено. То есть я выполнила задание, но оно неверное. Вот. Ну и последнее задание, которое я делала, оно ожидает рассмотрения у модератора. Когда оно выполнится, естественно, денежки упадут ко мне на счет. Так. Если мы пойдем на новое задание. Вот. Вы увидите, естественно, новое задание. Вот. Называется тайная проверка фильма. То есть само название вы видите. С какого числа и по какое время даже вы видите доступно это задание. Вот. Сумма, баллы, точка, где будет происходить это задание. Вот. И километры через... Ну, с какой именно. Через сколько метров, либо километров, это задание... Точнее, эта точка существует в нашем городе. Вот. Если нажмем на капельку перевернутую, вы увидите карту. Вот. На данный момент вы увидите карту Москвы. Вот. Нажав на GPS, на вот этот значок в виде мишени, вы попадете под меню, где можно выбрать местоположение автоматически, нажав на текущее местоположение, либо ручную. Указать местоположение вручную. То есть, адрес вы можете выбрать самостоятельно. Так, сори. Вернемся к нашим баранам. Так, я ничего менять не буду, потому что у меня уже все настроено. Перехожу на свои задания. Точнее, к новым. Вот. Также новое задание можно будет выбрать, если упасть на это под меню. Это быстрее. Выбрать задание. Вот. Оно то же самое. Я выбираю его. Естественно, это задание, так как я его еще не закрепила, видит вся Москва. Ну, все агенты наши, именно Москвы. Чтобы его более никто не видел, я его закрепляю за собой. Вот. То есть, я даю всем знать, что это задание мое. Но, прежде чем взять задание, я советую каждому прочитать информацию. Чтобы получить эту информацию, вы можете нажать просто на букву I. Она около названия задания. Это дополнительная информация, где, как вы видите, есть много подпунктиков. Вот. Но, благодаря этим подпунктикам, вы можете понять точно, брать ли это задание, либо нет. Ну, по сути, они идентичны. То есть, что от вас требуется. Обязательно сделать фото, кинобилет через приложение. Билет будет оплачен только в том случае, если будет телефон. То есть, вы прочитаете, главное, внимательно. Вот. Соглашаетесь. Я, например, согласна. Вот. Закрепляю задание за собой. Все. Никто более этого не видит. Дальше вы видите обязательно вопросы. Дополнительную часть. Вот. И капитацию проезда. То есть, три панпук подпункта, которые обязательны для выполнения. Вот. Где-то ставим нули, где-то ставим, естественно, отчетность. Вот. Которую вы выполнили. Начинаем выполнение. Переходим к вопросам, обязательным. Укажите время сеанса. Мы пишем актуальный сеанс на данный момент. Сейчас. Десять. Так, секундочку. Десять часов. Десять минут. Вот. Как вы видите, у каждого задания есть буковка «Ай». Запоминаем. Буквка «Ай» — это дополнительная информация. Нажав на нее, вы видите дополнительную информацию того, чего требует от вас приложение, если вдруг что-то вам непонятно. То есть, второе. Укажите количество зрителей на сеансе. То же самое и здесь. На нашем сеансе пусть будет сто человечков. Обязательно считаем себя так же, потому что вы покупали билет, вы, естественно, сидите на оплаченном месте. Укажите дату проверки. Сегодня у нас 16 сентября 2014 года. Обязательно полную дату. Укажите цену билета. Ну, по Москве обычно это 350 рублей, средний такой, самый маленький. Так, укажите номер или название зала. У кого как бывает. У нас это пусть будет зал номер 1. Окей. Как видите, здесь так же есть буковка I. Вы всегда сможете прочитать информацию еще раз, если вам что-то будет непонятно. Вы видите, выполнено 5 из 5. То есть, я ответила на все вопросы, которые есть на данный момент в этом задании. У вопроса самого, у задания вы видите галочку. То есть, все принято, все сохранено. И вы смело можете нажимать назад. То есть, если вы видите галочку, то приложение сохранило ваши все ответы. И вы смело можете выполнять уже следующее. Дополнительная часть. Обязательно фотографии, чтобы получить возмещение за билет. Переходим. Читаем информацию обязательно. Сделайте фотографию билета. Так, хорошо. Задание каково? Сделайте фотографию билета, чтобы на нем четко было видно название кинотеатра, сеанса, зала, место, стоимость. То есть, вам обязательно нужно, чтобы четкая была фотография. Если она будет не четкой, понятное дело, что мы не сможем ее принять во внимание. Так что, проверяйте еще раз перед тем, как отправить задание, именно четкость самой фотографии. Так как у меня фотографии билета нет, вот, то понятное дело, что я буду сейчас фотографировать более другую информацию. Например, возьмем эту информацию. Обычный листок с датами. Так, хорошо. Вижу четкость. Фотографирую. Зафиксировала. Видим галочку. Отправляем. Как видите, у задания рядышком появляется фотография. Делаем дальше. Сделать фотографию расписания, чтобы на ней было видно название фильма и время сеанса. Повторяю, что четкость фотографии должна быть на все 100%. Если не уверена, лучше переделать. Зафиксировала. Готово. Все, отлично. Видим, у каждого задания есть своя фотография. Ну и, как видите, выполнено два из... То есть, два задания из двух, какие вообще были. Вот. Ну и у каждого задания галочки. Все. Готовы. Дальше. Третье задание. Дополнительная часть. Компенсация. Если вы выезжали из города своего родного, дополнительный город, вот, с вами обговаривали об этом изначально, или, по крайней мере, будут уведомлять так же, вот, отдельно. То, естественно, каждый проезд ваш, из вашего родного города в другой, соседний, вот, мы оплачиваем. То есть, нужно будет обязательно приложить фотографию, подтверждающую указанные затраты на проезд, это обязательно. То есть, будь то маршрутка, автобус, такси, все должно быть, иметь чеки. Ну и, естественно, укажите цену билетов. Приступим к заданию. Фотографируем все тот же листочек. Здесь есть цифры, здесь есть карандаш. Так. Вижу фотографию. Выполнила. Окей, галочка. Вот. Хорошо. Дальше. Укажите цену билетов на проезд. Так. Ну, пусть будем из Москвы в Люберц. У нас будет стоить на маршрутке где-нибудь 50 рублей. Все. Отлично. То есть, вы видите две галочки. Вы видите, в условии выполнены два задания из двух предоставленных. Естественно, информацию читаем лучше, конечно же, каждый раз, потому что там нет ничего такого сложного. Вот. Но есть очень полезная информация дополнительная. Укажите стоимость проезда в другой город, если такое имело место быть, и согласовано с куратором. Именно согласовано с куратором. То есть, каждый раз с вами оговаривается эта деталь. Так, окей. Дальше поехали. Мы выполнили все три задания. Как вы видите, у каждого сверху есть галочка. Вот. И также вы видите все условия именно этого задания. Все. Можем нажать закончить. Задание будет отправлено на проверку модератору, как вы видите. На данное задание уже был дан ответ. То есть, я ранее уже его выполняла. Вот. Ну, это, по сути, не суть важно. Главное, чтобы вы выполнили свое задание, которое уже будет не тестовым. Вот. Отправляйте модератору. Модератор видит уже вашу отчетность, то, что вы только что внесли. Вот. И когда он проверит, он, понятное дело, вам отправит обратную связь. То есть, это либо деньги, либо недочетность. Вот. Выполненные задания. Вот. Как видите, два задания у меня. Одни и те же. То есть, одно и то же задание. Дважды я сделала. И они оба ожидают усмотрения. Вот. Другого ответа не может быть. Вот. Либо качать подтверждено, либо отклонено, либо отклонено самим агентом. Вот. Ну, либо также ожидает рассмотрения. Вот. Как проверить мое задание на моей странице, будет, естественно, доступно больше денежек. Вот. Всегда я могу проверить свой кошелек. Всегда.